В отношении неподопланированного мероприятия есть стихийный выход граждан и есть тем, что мы возмущены тем, что наша страна подвергла китайски и поэтому, поскольку мы играем антифашистами и выходим антифашистами, чтобы молчаливо не внушать закон продемонстрировать бюджет фашистской бунте, что мы не согласны с тем, что они подложены и могут отличить охрану наших представителей. Понятно. Значит, как я понимаю, здесь будут проводиться публичные мероприятия. Я понимаю, что я понимаю? Не будем проводить. Мы гуляем. Проводиться публичные мероприятия может только у организации. Нет у организации. Люди вышли. Мы все углы ребятам. Скоро звезды в конце. А вот хотим передать подарок. Значит, еще раз повторяю, что одиночные пикеты у нас тоже предусматривают требования. Я думаю, не надо вам объяснять, где вы нет одиночных пикетов. Да. 50 метров друг от друга с плакатами люди могут стоять. Но у вас плакат стоит. Да. Значит, в случае, если одиночные пикеты перерастут в пикетирование, либо демонстрацию, либо собрание, любое из публичных мероприятий, хоть вы и утверждаете, что не планируете работать с публичными мероприятиями, но публичные мероприятия имеют ряд признаков. В том числе, вот убедительная просьба молодого человека свернуть флаг. Да, я флаг... Значит, молодой человек, убедительная просьба. Да, вот я представился в моем законно-требовании к вам свернуть сейчас флаг. Потому что в данный момент, в данный момент мы предупреждаем участников, в том числе и вас, возможного несогласованного в установленном законе публичного мероприятия, о том, что при проведении несогласованного в установленном законе публичного мероприятия, все виновные будут задержаны и доставлены. Я ничего не выкликнула, не нашел. Я вам представился. Могу еще раз показать свое удостоверение. Подождите, пожалуйста, человек стоит один с флагом. Пока он стоит один с флагом, и вокруг него в радиусе 50 метров нет ни одного другого человека с флагом. Значит, мы сейчас... Мы сейчас не будем вступать в дискуссию. Моя обязанность предупредить вас. Я вас спрашиваю. Человек, который держит флаг, нарушает закон? Еще раз повторяю. Каждое действие человека, которое будет проводить, участвовать в данном публичном мероприятии, будет квалифицироваться в соответствии с сотрудниками полиции, в том числе и нами, и в дальнейшем будет квалифицироваться судом, если в действиях этих граждан будет усматриваться признаки отместимого нарушения. Еще раз повторяю. Убедительная просьба не участвовать в несогласованном публичном мероприятии и не проводить публичные мероприятия. Большое спасибо. Вы тоже будете арестовывать тех, кто будет защищать вашу страну? К сожалению, я не могу сейчас вступать с вами в полемию, в дискуссию. Для этого существует пресс-служба БВД. Все вопросы вы можете им задать. Мы хотим передать просто. Хорошо, спасибо за внимание. Я думаю, надеюсь, все участники меня услышали. Мы хотим передать подсылку. Надеюсь, это теперь не запрещено. Вонючая сальца. А может, добегут до реинтеграции на копытах? Нет, это в июле Тимошенке операции. У нас три, правда, четвертая им недальность. Так, сейчас берем посылочку. Ребят голодно сейчас. Кто чем поможет? Так, газа у них теперь нет, поэтому обогреваться будут фирменом нашим излическим углем. Вот. Завтра выключают. Завтра выключают. Завтра выключают. Завтра они могут взорвать все свои газовые плиты подальше. Так. Ну, это чтобы не было скучно. Вот. Когда само кончится. Когда само кончится. Как сбили наш Ил-76? Это тоже мы собираем? Да. Все, так. Не хулиганим. Так. Это мы берем. Это берем. Так. Флаг. Один только может быть. Потому что я здесь будет два флага, а раз и берут. Это флаг нормальный. Это флаг нормальный. Ну и идем передавать посылку. Так может постучать, мы постучить. Звонить. Звонить будем. Наса точно заберут. Точно. Точно! Флаг без Пущенки. Так а может точно будем? Звонить надо будет. Я подсказаю, исходя из того уровня неуважения, которое которое украинское государство демонстрирует нам, то мы тоже будем передавать им посылки наши с каплицами, с сальцем, топлым. Не, мы кидать не будем, потому что если кинуть через забор, это будет нападение на незалежную, не вмершую до конца, еще не стукшую Украину. Поэтому у них есть, видимо, почтовое отделение незалежной Украины. И в почтовый ящик этого почтового отделения я хочу положить все. Чтобы, уважаемые представители Украины, смотреть получше. Там я необычно все всегда получаю. Это, кстати, флаг с Майдана. Мы его лично с Майдана сорвали. Вот, он пахнет турбовыми бандами, Майдана. Поэтому не стоит. Вот. Вот. Украина есть для Лешко. Но мы не можем их показывать, потому что 18+. Но я думаю, что Лешко очень понравится. Лешко и Голубого Арсения. Вот. Так что, Донбасс мы с тобой. Возьмем Донбасс от украинских фашистов. Вы видите, что мы, цивилизованные россияне, конечно, мы нормальная, великая нация, поэтому мы не пытаемся использовать какие-то дешевые приемчики, и хулиганские выходки, чтобы ворваться в гип-гоп-гип представительства, поскольку мы уважаем нормы международного права. Но мы хотим показать наше помойное уважение к этой стране с его помойным президентом Порошенко. А это память о тех, кого убили фашистов. Да, да. Память где то погиб в Одессе, а то погиб в Славянске, в Маеуполе, и в других городах Говороссии. Здесь девушка. Доварищ. Девушка, можно? Подходите еще. Никто не забыт, ничто не забыто. Не забудем, не простим. Я предлагаю почти минуту молчания всех погибших в Белоруссии. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Мы не можем проводить большой митинг, иначе у вас всех рискует. Поэтому не имеет жалоб вас представлять. Поэтому нам нужно разойтись. Мы сделали, что хотели. Самое главное, что контейнер в САХИ там готов. Вот этот знак. Да. Хорошо. Тем не менее. Мы также поднимали, что он может узнать. Может быть, и дальше. Пойдем, и дальше. иначе по поводу этого дверей. Пойдем дальше. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ